Привет всем! С вами Amway921. Большинство игроков считают, что ARL-44, а это у нас французский тяж 6 уровня, является чуть ли не самым смешным танком в нашей игре. Его стоковая башня пленит взоры многих. Такое ощущение, что если оставить её возле гаража, то одному разработчику известно, сколько собак в ней может поместиться, прописаться. Очень смешная башня, и пушка тоже, и маска довольно смешная. Ну, такое ощущение, что правда разработчики, ну в смысле как конструкторы танка, руководствовались эпохой раннего возрождения, когда создавали подобные чудо-агрегаты. В очередной раз решил я выкупить данный танк, покатать его, как он сейчас в игре себя чувствует, и удивился, потому что в очередной раз открыл для себя кое-что новое. Начну, пожалуй, с внешнего облика, неожиданно, ARL-44, потому что как-то я вот ощущаю, что модель стала выглядеть совершенно по-иному. Добавились новые интересные шейдеры, добавились какие-то мелкие детали, которых раньше не было, потертости всякие, подсарапины и прочее, прочее. То есть, даже вот гусли, если раньше они представляли из себя набор каких-то медицинских уток, намотанных вот на такой вот конвейер, то теперь как-то это всё посерьёзнее выглядит и вообще прямо внушает гордость. Даже я неожиданно отметил какие-то вот такие вот сколы в башне, раньше я их как-то не чувствовал. В коллижен-модели они, кстати говоря, не присутствуют, но вот визуально они почему-то появились. Ну, что сказать, танк, правда, по-прежнему интересен, и особенно теперь, потому что он сейчас особенно красив. Что вообще в двух словах нужно знать про ARL-44? Прежде всего то, что вообще-то этот танк хорош. Дело в том, что у него есть довольно неплохое бронирование, ну, не сильно прямо уж хорошее, но более-менее какое-то есть, и отличное орудие. К ним чуть позже. Начнём с первого. У нас верхний бронелист 120 мм под довольно большим наклоном. Приведённое состояние миллиметров тут насчитывает примерно, там, с учётом всяких нормализаций пикулей, около 180 мм. Это что означает для знатоков игры? Ну, вот бронепробитие, например, главного противника, одноклассника нашего француза, это советский КВ-1 Sport. Так вот, вероятность отбить верхним бронелистом ББшку от КВ-1 Sport примерно 50 на 50. Ну, как там? Как та самая вероятность, с какой пробежит динозавр по Красной площади? Ну, пробежит или не пробежит, да, то есть 50 на 50. То же самое примерно и здесь. Нижний бронелист тоньше, но угол его хлеще, приведёнки в итоге получают у нас тут около 110 мм. Ровно такая же броня у нас в башне, здесь никакой приведёнки нет, потому что тут и наклоны никакого тоже нет. То есть, в целом, танковать одноклассников и всяких там малышей можно, но вот старшеклассниками лучше держаться от них подальше. Второй вопрос, это бортовое бронирование. Здесь ничего хорошего нельзя сказать, за исключением одного маленького нюанса. Заметьте, выпирающие гусли. Вот именно на то расстояние, на которое они выпирают, как та, так и другая, они урон не пропускают. Противники могут по ним стрелять, хоть и устреляться, они будут их, конечно, сбивать, вопросов нет, но урон наносить не будут. Урон, чтобы наносить, необходимо подать в основную броню, которая начинается примерно вот-вот здесь. А это, кстати говоря, у нас сразу же корпус. К сожалению, гусеница в данном танке не является экраном, и все фугасы, которые пробьют 60 мм, нанесут полный урон в борт. И это нужно помнить, особенно то, что с задней половины танка начинаются баки, двигатель и всё такое. Это нужно всё стараться беречь, но самое главное, что во лбу у нас нет ничего, что могло бы воспламеняться. Ну, всё сзади у нас воспламеняется, как, в общем-то, и в человеческой анатомии. Выбор вооружения здесь неоднозначен. Почему? Потому что обычно принято, что вот топовая пушка самая клёвая. И она у нас здесь 8 уровня, якобы намекая нам на то, что это действительно выдающееся орудие. Так оно, в принципе, и есть. Длина этой пушки впечатляет, ей, наверное, можно и рыбачить, и крупную рыбу, знаете ли, ловить. И в нашей игре тоже можно крупную рыбу из неё пробивать. Потому что бронепробитие пушки на танке 6 уровня 212 мм. Хочу вам сказать, что на некоторых танках 8 уровня это тоже хорошо. То есть с этой пушки у вас не будут возникать никаких вопросов, связанных с непробитием. У неё как раз возникают вопросы со всем остальным. Потому что разовый урон невеликий на фоне КВ-1 Спорт 240 всего лишь. А сведение, друзья, и вовсе без году неделя. 3,4 секунды. Это мега долго. Unbelievable, как долго. И точность 0,38 тоже не гарантирует метковое попадание белки в глаз. То есть сводиться ей придётся долго. В упор попадать из неё будет непросто, потому что она такая вот долгосводящаяся. Ну и скорострельность тоже не сильно огонь. То есть назвать этот танк танком-снайпер не сильно получается. Ровно как и танком-борцом вот таким в ближнем бою. Тоже как-то всё не очень. Но это важно знать, что эта пушка гарантирует вам пробитие ББшками, самыми основными снарядами. И вы не будете заморачиваться вообще ни о чём вместе с ней. Другой вопрос. Если взять, например, и поставить 105-мм орудие сюда, которое у нас тут является предпоследним в списке. Заметьте, альфа больше. На 60 очков ББшка пробивает, правда, всего лишь 165 мм. Чуть меньше, чем КВДН Спорт. Но для одноклассников будет за глаза. И смотрите, какой есть второй вариант в итоге. То есть вот, например, как выбрал я. У неё подкалиберные снаряды у этой пушки имеют разовый урон, что забавно. На 30 очков больше. 330. Почти как квас. И пробитие у них зашкаливающее. 223. То есть любых восьмёрок, ну то есть всех, кого мы встретим в бою, мы можем пробивать ими в лоб, по лбу, в борты, там, в борта подавно. В борта и ББшками можно. То есть эта пушка с наличием довольно внушительного ассортимента подкалиберных снарядов гарантирует вам больший кайф. Потому что у неё и ДПМ выше, и пробитие лучше, ну в смысле голдовое против ББшки предыдущей. И всё такое. И альфа, что самое главное, это уже выше. Примерно то же самое с точностью, тоже не сильно хорошо. Ну, похуже, конечно, на 300-ых, но не сильно плохо. 0,41 всё же это не 0,52, как там какие-нибудь фугасницы. И время сведения такое же тоже длиннющее. То есть лично я советую всем тем, кто играет с прем-аккаунтом, всем тем, кто не стеснён в серебре, кататься именно с этой пушкой. ББшками стрелять, когда вы в топе, всеми остальными снарядами по всяким твёрдым врагам, когда вы в каких-то других историях. Либо же, если вы играете без прем-аккаунта и на экономном формате, то подходит вам, наверное, самая топовая пушка. С ней пробития будут гарантированы. Такие вот дела. Далее, что поставить из оборудования? Обязательно после досылателя, даже перед досылателем, нужно поставить приводы наводки. Это самый обязательный модуль для АРЛ-44. Он серьёзно увеличит комфорт. Ну и что-нибудь для обзора. Обзор у танка отвратительный. 330 метров. Ни черта не видит. Необходимо поставить обязательно либо трубы, либо оптику, либо и то, и другое. К сожалению, всего лишь три слота, поэтому я выбрал поставить трубу, чтобы хотя бы кого-нибудь увидеть вперёд. Вроде пушка-то хорошая, и далеко достреливает, и пробивает всё на свете. Но вот, увы, не видим никого на расстоянии, и это тоже нужно учитывать. Также у танка не сильно завидные динамические показатели, но в то же самое время он не сильно плох, не сильно медлен. 37 максималка вперёд, 10 назад. Вот назад он едет очень медленно, это некомфортно. Ползать приходится очень неспешно, обязательно получишь, пока отползаешь. 15,9 лошади на тонну в итоге. Ну и самое, наверное, напоследок скажу, что среди всех ещё остальных параметров орудия, до кучи можно отметить то, что пушка вниз опускается на 10 градусов. А это очень комфортно, знаете ли, танковать из-за всяких холмиков и прочего. Для остальных последующих французов такие углонаводки не сильно будут характерны. Поэтому радоваться и наслаждаться. Го, сражаться! Не в первый раз, наверное, я вам уже про это говорю, но вот сколько я играю на линии Зикфрида в режиме штурм, мне вот не перестаёт казаться, что обороняться, ну, в 100 раз проще. Ну, потому что стоит только команде, там, обороняющейся грамотно, занять позиции и быть там не по одному, а хотя бы некоторыми такими кучечками, пачками, то, ну, шансов нету нападения заехать в город и там всех перестрелять. Поскольку заезжают-то все ведь не с планированным рашем, мы ведь не в ротных сражениях, мы в рандоме, каждый тот сам за себя, каждый сам нос высовывает, получая по нему сразу же отползает и боится. Поэтому не просто нападать, наверное, так оно и должно быть, всё-таки режим штурм, как может быть сбалансировано, когда у одной команды одна задача, а у другой совершенно другая, противоположная. Известно ведь, что в нашей игре обычно проигрывает тот, кто выезжает первым, наверное, по этой причине. Так вот, странно, что в очередной раз именно в нападении получился какой-то интересный бой, да и при том, при каких ещё не самых простых условиях балансера. Короче говоря, тут так просто всё, конечно же, не будет. Чем будем стрелять в данном бою? Ну, очевидный вопрос. Оказались, раз мы внизу списка, ну, в данном случае в середине списка, но по факту, по балансеру мы внизу, бой восьмого уровня, будем стрелять голдой. Причина тому проста. Мы будем голдой всех пробивать и наносить повышенный урон. Почему мы это будем делать? Потому что так вот повелось. Не знаю, по какой причине, голдовые снаряды имеют разовый урон выше, чем ББшки основные. Обычно, да на других каких-нибудь танках, не самых таких популярных, не самых высокоуровневых, разработчики иногда объясняют, что это просто по ошибке и исправляют. Это в каких-нибудь там обновлениях. Ну, обычно, когда кто-нибудь на это их внимание обратит. А здесь ничего такого нет. АРЛ как ездил, так и ездит с такой пушкой. Ну, с возможностью поставить такое орудие. Ровно как и следующий, кстати говоря, танк в этой же ветке французских тяжей. И ПТшка пятого уровня Франции тоже имеет возможность поставить такое орудие. Короче говоря, она довольно популярна в этой ветке. И, ну, не даром. Потому что все в ней, что называется, есть. ББшками стрелять в данном бою, конечно, можно. Никто не говорит, что нельзя. И никто не говорит, что нельзя комбинировать. Но вот у меня здесь, во-первых, первая радость от высокого уровня боя не от того, что я могу голдой пострелять, а от того, что они все проходят поспокойнее. Вот что я заметил на танках Песочницы. Ну, почему-то я вдруг назову шестой уровень Песочницы. Ну, очень часто там как-то все двигаются так, как бы без каких-то правил, я имею в виду, без опаски, без какого-то безосторожной игры. Просто а-ля улю, поеду с Алиус. И таких очень много. В той и в другой команде, и, как правило, какого-то такого стройного, привычного боя, где ты аккуратно занял позицию, выезжаешь, потихонечку постреливаешь, не происходит. А здесь как раз с восьмерками наоборот. Все поосторожненькому. Вот, кстати говоря, про броню и про гуслю. Заметьте, я вот так вот торчу из-за угла, торчу лишь гуслей. По ней стреляют, она слетает, ее не пробивают. От верхнего бронелиста все рикошетит. Вот именно этот единственный способ, который как раз может вам помочь поотбивать снаряды. То есть, вот видите, попадание именно как раз в каток с внутренней, скажем, стороны, урона не нанес, но гуслю сбивает. Приятно, что урон не носит, конечно, приятно. Второе, что важно знать, когда вы играете на АРЛ-44. Это касается стрельбы. Вам необходимо свестись до полного за углом и на первой скорости потихоньку выезжать уже сведенным и стрелять. Именно так я попадаю в суперпершинга, ну, иной скажут свертухана, а я скажу просто сведенный заранее. Первая скорость по умолчанию включается кнопочкой R однократным нажатием. То есть, вы стоите за углом, свелись, нажали R, танчик покатился. Ну, правда, вот с полным сведением еще и поди-попади с точностью 0.41. Это другой вопрос. Но при прочих равных это гораздо имеет большие шансы вам помочь. Потому что это самое, наверное, сложное, чем основные игроки не владеют. Опытные, конечно, в курсе этого финта, но начинающие игроки, вероятно, нет. Данный финт сгодится для всех танков, которые обладают длительным сведением. Например, КВ-1 Спорт, например, некие-то там китайские большие альфа-дамагеры, типа там премиумного Т-34-3, ну и другие, наверное, ИС-6, ИС-112, и вот многие такие танки, у которых сведение за 3 секунды. К ПТшкам безбашенным, конечно, это не относится. Только к тем, у кого есть башня. Только тем, кто может за углом свестись и выехать с повернутой в нужную сторону уже башни. Сражаясь же вверху списка, будучи в топе, играть можно гораздо более веселее и агрессивнее. А РЛ вполне подойдет для продавливания обороны, для проминания каких-нибудь там противников. Но нужно, правда, понимать, что наши противники КВ-1С и Хеллкэт нас часто будут пробивать. С ними будет непросто. Заметили кваса и Хеллкэта, опять же уходим в сейв позицию и ждем, пока он на нас выйдет, сам совершит эту ошибку, и мы ему дадим разок и обратно. Во всех остальных случаях можно смело наслаждаться давлением. Но другое дело, что нужно помнить, что лоб башни, например, довольно-таки крепкая часть танка у всех остальных агрегатов, в нашем случае не сильно крепкая. Танковать через нее будет, наверное, не самой лучшей идеей, потому что лобовая всего лишь часть 110 мм спасает, правда, то, что она небольшого размера, такая узенькая. Ну и маска плюс, конечно, есть. Но в целом это не самое крепкое место танка. Подытожим. Какое бы орудие вы не выбрали, благодаря вашим серебряным возможностям, в любом случае вы получите хорошее бронепробитие. Благодаря этому танк может успешно воеваться как в топе, так и внизу списка. Лично мне такие танки нравятся. Ну, не сильное бронирование и посредственная динамика будет, конечно, расплатой, но в целом танк играется очень приятно. Надеюсь, вам он понравится, так же, как и понравился в очередной раз мне. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на мой канал. Оре вуар! Субтитры сделал DimaTorzok